Просыпайся Раздели радость с друзьями, тебя ждут удивительные приключения, дыхание природы поможет тебе во всем, жизнь преподносит тебе уроки, уроки, которые надо выучить, чтобы преодолевать трудности. Книга джунглей Одинокий волк Девушки отдыхают Лакомство идет прямо в руки. Давай, давай, поторопись. Еды не так много, поэтому не испорть все, Маугли. Почему я-то? Потому что ты всегда все портишь. Ну и когда это было в последний раз? Маугли, сейчас еда убежит. Туда смотри. Те, кто в засаде, вперед. Пойдем. Маугли, ты растяпа, ты дал ему уйти. Это не из-за меня, это Бакус. Да, моя добыча. Бакус, зачем ты все испортил? Ты должен был вылезти, когда жертва уже более или менее... Обычно это творит Маугли. Давай, пошевеливайся. Извините, я хотел выпрыгнуть, но был настолько голоден. Ты это называешь выпрыгнуть? Ты подходишь только для того, чтобы оставаться дома. Что ты делаешь? Бакус помешал. Он нам не помощник. Почему? Я же ваш товарищ. Просто иди за нами. Достаточно. Охота закончена. Как же я хочу есть. И мы его поймали, если б не Бакус. Бакус? Как же хочется есть. Все из-за Бакуса. Маугли, ты на самом деле так думаешь? Но это правда по вине Бакуса. Добыча ускользнула. А если бы ты был на месте Бакуса? Ты бы хотел, чтобы тебя упрекали? Нет, но... Бакус старался. Ты знаешь, почему старейшина не отругал Бакуса? Не знаю. Потому что вы все товарищи. Быть товарищами важно, даже если он плохо охотится. Есть что-то, кроме охоты. Помимо охоты, все, что он может, это заботиться о доме. Бакус, осторожнее. Сейчас. Это Бакус. Бакус. А что, если бы не было никого, кто заботится о доме? Семьи с маленькими детьми не смогли бы охотиться. Его помощь нужна. Разве он не твой друг? Друг? Да, иметь много друзей – это хорошо. Как у твоего отца был вермильон. Мой друг. Ну вот, черт. Что ж такое-то? Что происходит в этих джунглях? Кошмар какой-то. Как же я хочу есть. Умираю с голоду. Все, сил больше моих нет. Так дел не пойдет. Кролик! Кролик на дереве. Кролик притворился деревом. Да, это кролик. Вон он, на дереве. Забрался. Я не кролик, я панда. Но ты забавная собака. Я не собака. Я почетный волк. Да я пошутил. Ужас, жуть. Шутить над волком. Что за джунгли? Кажется, здесь живет волк. Ты прав, здесь живет волк. Ты будешь удивлен, когда его увидишь. Волк? А как его зовут? Это мой друг. Его зовут Маугли. Это сын Александра. Александр? Пожалуйста, пожалуйста, не трогайте меня. Помогите! Все в порядке? Почти. Спасибо, что спас меня. Эта территория наша охота. Тебе лучше уйти отсюда. Как я могу тебя отблагодарить за спасение? Ты хоть скажи, как тебя зовут, Александр. Если когда-нибудь будешь неподалеку от реки Койнул, заходи в нашу стаю. Ты что, спишь? А где стая Александра? Говорят, Александр давно умер. Умер. Стая находится в скалах за равниной. Александра больше нет. Все очень плохо. Даже ни одного малюсенького оленя. Но это же хорошее место для охоты. Два кролика и ты называешь это хорошей охотой, да? Мне уже все равно. Я хочу наесться досыта. Продолжай в том же духе, мы вообще забудем, как охотиться. Пойдем, когда добыча вернется. Я больше этого не вынесу. Эй, Бакус! Я хотел отнести это старейшине на черный день. Но если оставить это здесь, то стеревятники могут... Да, жирные стеревятники со стоящими ушами и хвостом. Маугли! Маугли! Сура! Маугли пришел старый друг твоего отца. Друг папы? Я очень долго шел по заснеженной равнине. На диком морозе в поисках добычи. Я был еще очень молод, когда узнал, что он тоже бродит в поисках приключений. Мы стали очень близкими друзьями. Какое-то время мы путешествовали вместе. Александр путешествовал три сезона. А когда он вернулся, стал очень мужественным. Акелла! Старейшина! Маугли, Сура, Акру. Маугли? Получается, этот человеческий детеныш сын Александра? С детства он член нашей семьи. Маугли, Сура, Акру. Это друг вашего папы, господин Фаргас. Какой же он старый? Акру. Задолго до того, как мы с папой поженились, он долго путешествовал. Да, он путешествовал, чтобы лучше узнать мир. Каждый, кто хотел стать предводителем стаи, становился волком-одиночкой и отправлялся в длительное путешествие. Значит, ты тоже, дедушка? Конечно. Ты хочешь есть? Мы поймали только кролика, но... У каждого есть еда на черный день. Бакус в этой ситуации не поможет. Но еда у каждого. Мало пищи, так что трогать запасную пока не надо. Спасибо. А теперь заройте то, что осталось. Продолжение следует... Привет, Багира. Где ты была? Искала еду. Пробегала два дня, но... А где Маугли? Пришел старый друг Александра. Старый друг Александра? В тот день, когда я встретил твоего отца Александра, был ветренный. Я первый раз ступил на эти земли. Как и у нас, волков, у львов тоже есть клыки. И они тоже охотятся стаями. Но в то время было очень мало добыч, поэтому... Они не сильно выбирали, кого убить. Извини. Да ничего, не переживай. Пошли. Это была жестокая битва. Ты хочешь сказать, что оказался сильнее моего отца? Нет. У нас силы были одинаковые. Александр тоже был очень сильным. А какие у вас были еще приключения? Ну, вам... Вам рассказать о том, как я был вожаком стаи. Фаргас, а ты был одиноким волком? Нет, я был во главе стаи. Но отправился в путешествие. Мы же говорили об Александре. Давайте я вам расскажу о гигантской ящерице. Я наткнулся на нее, когда путешествовала в горах Дыканских высот. Александр, помоги! Но как? Мы изобразим, как будто деремся. Наверное, это была огромная ящерица. Багира! Это Фарга, старый друг папы. Я знаю это от Лури. Я тоже очень много путешествовала по джунглям и никогда не слышала ни о какой огромной ящерице. Это было не в джунглях, а в горах. Гигантская ящерица в таком холодном месте. Она там была, ты просто об этом не знаешь. Багира, ты грубишь ему. Ну, Маугли, если бы у тебя было время внимательнее послушать эти рассказы, то ты просто получше бы спрятал еду. И все. Что ты хочешь сказать словом рассказы? Багира, я запрещаю тебе так говорить. Кажется, я не понравился этой черной пантере. Фаргас, куда же вы уходите? Меня выгоняют. Если бы только Александр был жив, он бы подтвердил, что я говорю правду. Фаргас, останьтесь. Я никому не позволю вас обижать. Пожалуйста. Маугли. Багира, это мое дело, поэтому не лезть, пожалуйста. Хорошо, не буду. Пойдемте, Фаргас, расскажите, что было дальше. Ну что, рассказать вам, как я дрался с носорогом? Да. В тот день была великолепная погода. Ну что, могу только нервничать. Да. Была прянула. Субтитры создавал DimaTorzok Он подходит, Маугли Маугли? Ты где? Не покидайте линию! Разойдитесь направо и налево! Я не могу! Я такая голодная не могу! Я не могу так охотиться! Старейшины! Все соберитесь на скале! Нам раздадут запасную еду! Бакус будет счастлив! Бакуса надо совсем немного, он же просто следит за домом! А где Маугли? Не знаю, он исчез! Должно быть, где-то сачкует! Никакой ему еды! Все! Пошли! Интересно, они хоть что-то поймали? Кто это там? Кто это? Все должны быть на охоте! Какой кошмар! Что же мне делать? Рассказать обо всем? Бакус, что ты там делаешь? Что? Старейшина, я... Бакус, ты же не... Старейшина, это еда на черный день! Что? Стойте, вы сотрете следы! Бакус, только не говори мне, что ты... Это не я! Когда я пришел, кто-то уже... Ты что, думаешь, мы тебе поверим? Я не вру! Что случилось? Где ты был? Бакус, ты съел всю еду? Нет, это не я! А кто, кроме тебя, мог это сделать? Подождите минутку! Не могу поверить, что это сделал Бакус! Ты прав, он знает закон! Да, наш Бакус никогда не нарушает закон! Я уверен, что он и не сомневался, что его здесь никто не застокает! Да нет, это правда не я! Послушайте, Бакуса тоже надо выслушать! А почему это ты на стороне Бакуса? Кстати, Маугли, а где ты был во время охоты? Может быть, вы в сговоре с Бакусом? Прекратите! В экстренных случаях, если кто-то крадет еду, его приговаривают к смерти! Мне кажется, об этом все знают! И сейчас мы определим, кто заслуживает это наказание! Да, мы определим! Телевидение Доро Ти Ви Морчендайзинг, Рим Производство Абдабра Кинематографик, Швейцария Телевидение Доро Ти Ви Морчендайзинг, Италия Студия Мультипликации Ниппон ЛТД, Япония Продюсеры Орландо Каради, Лоренцо Джилардони, Моника Каради, Киочи Матахаши Сериал создан по мотивам романа «Книга джунглей» Рейдьерда Киппинга Режиссеры Фумаю Керукоа и Кимаю Явухи Авторы сценария Набуйоки Фуджимото, Осайи Уотане, Кенджи Йошида Композитор Хидо Шимазу Фильм озвучен студией SoulPro по заказу кинокомпании «Русский фильм» в 2008 году Рули озвучивали Ольга Шорохова и Дмитрий Филимонов